Я не очень сильно доверяю врачам. Так получилось, что в моей жизни я несколько раз с ними сталкивалась, когда рожала ребенка, они мне сказали, что что-то не так с моим ребенком и следует вообще лучше всего сделать аборт. Потом они мне сказали, что у меня что-то со здоровьем не так, и что вообще тоже все нужно вырезать. И много раз я попадалась на такие случаи, когда врачи были неправы. Что я делала в таких ситуациях? Я, конечно же, обращалась, во-первых, к мнению других врачей. Для того, чтобы понять, что то мнение, которое говорит всего один врач, оно не всегда верное. Поэтому берите как минимум консультации у двух, у трех специалистов, когда это касается каких-то серьезных случаев. Потому что еще раз, у меня в жизни было прям несколько случаев, когда врачи говорили, что мне уже давно было пора отрезать мою красивую грудь. Потом они сказали, что нужно все вырезать по-женски. Ну, то есть каждый раз врачи, я понимаю прекрасно, что они пугаются в каких-то случаях и говорят, что вот здесь надо вырезать, вот здесь надо вырезать, и здесь все отрезать. Я ездила к деду, к травнику. Ну, буквально ездила. У меня тетя живет в Чебоксарах, и я к ней ездила. Она меня водила к этому травнику. Дед давал какие-то травки, я пила эти настойки. Через полгода, через год все нормализовалось, и как будто вообще ничего и не было. Ну, то есть я больше доверяю травам, больше доверяю какому-то народному целительству, не пользуюсь таблетками. В крайних случаях, ну, когда вот вообще прям уже все, ну, все, температуру сбиваю тоже самостоятельно, вообще без таблеток. Ну, то есть я еще раз все-таки доверяю больше народным средствам. Но это не повод совершенно отказываться, конечно, от традиционной медицины. Когда у меня случился аппендицит, то мне врачи вырезали аппендицит. Притом, при всем они параллельно мне сказали, что нужно еще сделать операцию на спину, и тогда, возможно, я избавлюсь от боли в спине. На что я сказала, стопе, и пошла к Бубновскому, и там в клинике мне прописали упражнения, какие нужно делать, сказали, что и как, и в течение полугода я восстановила и спину тоже. Ну, то есть со здоровьем, с одной стороны, да, я еще раз говорю, ни в коем случае не надо отказываться от медицинских услуг, когда это, ну, вот острая необходимость, а с другой стороны, когда есть возможность проконсультироваться у двух, у трех, у нескольких специалистов, лучше собрать разные мнения и сходить, конечно же, к целителям, к тем людям, которые этим занимаются, тоже профессионально, те, кто понимают, как можно исправить то, что хирургия исправляет чисто отрезанием. Такие истории, но еще раз я очень благодарна за все эти годы, которые меня целил этот дедушка, я к нему ездила, и, к сожалению, он уже ушел в мир иной, и, тем не менее, я с такой благодарностью его вспоминаю, что, ну, вот действительно, если бы не он, уже я была бы, наверное, не такая полная, как сейчас, полная в смысле цельная, вот со всеми своими частями тела, я имею в виду. Поэтому с благодарностью к этому дедушке-травнику, который меня и моих родных лечил очень много лет. Сейчас в основном сама травы пью, и, в общем-то, вот-вот-вот-вот, на здоровье не жалуюсь. А мне уже в этом году будет 50 лет. На сегодня все. С вами Ирина Дель Соль. Всем ромашек!